Чтобы увидеть шедевры живописи, совсем не обязательно заходить в музей. Достаточно прогуляться по городу. На остановках и уличных щитах вместо навязчивой рекламы горожане могут любоваться работами русских художников начала 20 века. Конечно, конечно, да, это интересно. Авангард, он и есть авангард, он впереди. То есть, раз на Западе его признали вообще, и за ним идут, почему нам-то от него отворачиваться? Именно русский авангард стал главной темой нового проекта цифрового музея «Передвижники РФ». Это течение считается одним из самых значимых не только в отечественной, но и в мировой культуре. Среди самых известных авторов – Малевич, Лентулов, Кончаловский, Розанова и другие. Ну, я думаю, что русскую культуру, художественную культуру, всегда будут помнить по двум явлениям. Это русская икона и русский авангард. А это искусство революционное, которое, как правило, не опирается на сложившиеся традиции. И русский авангард в начале 20 века, конечно, был выдающимся явлением этой истории. Это совершенно новое искусство, новые формы, новый язык. Сейчас жители города могут по пути домой или на работу увидеть 20 живописных произведений. В начале октября их сменят другие работы. Всего самарцы увидят более 40 картин из большой коллекции Самарского областного художественного музея. Выставку проводят при поддержке городской администрации. Авторы отмечают, что это не только украшает Самару, но и помогает культурному просвещению горожан. Это очень важно для нас, поскольку они помогают донести до более широкого круга нашего населения о том, что есть, какие есть сокровища в Самарском художественном музее. А мы очень-очень рады видеть новых гостей, новые лица, чтобы познакомить с нашим авангардом. Подобные проекты постоянно реализуются только в трех городах России – Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Авторы планируют продолжать работу и в следующем году. Жителям представят или картины современных художников, или разнообразные вариации натюрмортов. Возможность любоваться шедеврами русского авангарда прямо во время прогулок – это, конечно, хорошо. Но гораздо лучше найти время и пойти в музей, чтобы увидеть эти же картины вживую. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.